Продолжение следует... 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 При сравнении клиника патологических характеристик пациентов мы видим, что возраст и индекс массы тела были схожи, уровень ПСА был немного выше в группе открытой операции, при этом на 2% чаще встречались более агрессивные опухоли, более чем в 2 раза чаще встречался местно распространённый рак Т3АТ4, на 5% чаще встречались метастазы в региональные лимфатические узлы и на 20% операция была быстрее. Помимо этого, объём лимфоденектомии была расширена лимфодисекция, количество удалённых лимфоузлов в группе открытой операции было 15, в группе лапароскопической – 12. Но, значит, пациенты, что касается после операционного койка дня, пациенты после лапароскопической операции выписывались в 2 раза быстрее, удаляли мы им дренажи также в 2 раза быстрее, и лимфорея была ниже на треть, и в свою очередь кровопотеря была ниже в 3 раза. Мы проанализировали пациентов касаемо наличия симптомных лимфокистов, получили, что в группе открытой операции 17% пациентов имели симптомные лимфокисты и лишь 2% в группе лапароскопической. Касаемо разрешения лимфоцелия и дренирования, дренированию подверглись 10% пациентов в группе открытой операции и всего 1,5% в группе лапароскопической. Остальные пациенты с лимфоцелиями наблюдались. И осложнение лимфодисекции, значит, почти 4% пациентов имели осложнение в группе открытой операции. Что касается отёка нижней конечности гениталии, мы подразумеваем стойкий рефракторный отёк, который не приходил в течение 3 месяцев, мы исключаем транзиторный. И лишь один пациент в группе лапароскопической операции имел флеботромбоз. При сравнении характеристик пациентов с и без лимфоцелия мы не выявили ни один критерий, который мог бы быть ассоциирован с формированием лимфокистов. И мы провели регрессионный анализ влияния факторов на вероятность дренирования лимфоцелия, в котором получили, что наличие региональных метастазов в 2,9 раза при однофакторном, в 2,6 раза при многофакторном, а также выход опухолей за пределы капсовой железы при однофакторном в 2,5 раза увеличивает вероятность дренирования, а при этом лапароскопический доступ на 87% уменьшает эту вероятность. В заключении мы получили, что проведение простатоктомии транспирториальным доступом имело значимо меньшее количество симптомных лимфокист, меньше осложнений, также реже возникала необходимость дренирования. Пациенты меньше пребывали у нас в стационаре, и мы быстрее удаляли им дренажи. При этом положительный статус и выход опухоли за пределы капсулы железы увеличили вероятность дренирования выявленных лимфокистов. Спасибо за внимание. Кто ответит на вопросы? Спасибо большое. Блестящий, по-моему, анализ результатов операции транспирториальных лапароскопических и открытых. Вопросы? Скажите, пожалуйста, после проведения подобного анализа, что Вы начали делать, чтобы уменьшить частоту развития лимфоцелия? Какие приёмы технические Вы стали применять? Как раз-таки я об этом тоже сказал, что методики, которые существуют, профилактическая фенетрация брюшины при открытой операции, пока у нас не внедрены. Если даже возникает дефект в брюшине, мы обычно его ушиваем, и поэтому это пока только в перспективе. Скажите, а другие методы? Вы перечисляли белковое питание? На самом деле, когда я подготавливал этот доклад, в литературном обзоре ни один из этих методов консервативных не обладал какой-то доказательной базой. И там, допустим, касаемо применения соматостатина, было исследование, которое включило всего 40 пациентов, корейское исследование. И как-то основываться, какие-то данные, получать из этого и внедрять в клиническую практику не стоит. Спасибо большое. Блисящий доклад. Скажите, а Вы опубликовали статью в онкорологии? Нет. Мы очень ждём Ваши результаты. Я думаю, здесь в перспективе ещё хотелось бы провести всё-таки хотя бы псевдорандомизацию, либо набрать ещё больше пациентов, потому что в группе открытой операции было в два раза больше пациентов, в которых был местно распространённый рак. И на 5% чаще встречались метастазы в региональные лимфатические узлы, поэтому эти две группы, они... Нет, нет, нет. Вы опубликуете, а потом уже набираете материал. Спасибо большое. Спасибо.